Добрый, добрый, добрый день, дорогие зрители моего канала! Сейчас у меня еще, вы имеете возможность наблюдать новогодние рождественские праздники. Ну, как любой садовод-огородник, именно сейчас я занята покупкой и выбором семян. И вот сегодня я с вами хочу поговорить на эту тему. И чтобы вы заблаговременно обратили внимание на те нюансы, на которые я заострю внимание. И вы вместе со мной сделали правильный выбор. Мне бы очень хотелось, чтобы вы, в принципе, реиментировали в этом году. И купили, может быть, разные сорта семян. И обратили внимание, есть ли действительно результат. Сегодня мы с вами поговорим о семенах. Но вот я буду приводить в пример семена огурчиков. Это же относится к семенам и помидор, и перца, ну, разных овощей. Поэтому я на примере буду с вами говорить сегодня огурчиков. Когда вы будете покупать, ну, у меня использованный пакетик, вы можете обратить внимание, что есть просто у нас пишут название огурчика. Ну, вот в данном случае у меня огурец Феникс. А есть у нас огурчики, которые пишут, что это, ну, вот, например, Руфуст Ф1. Ну, это у меня корнишон в данном случае. И вот сегодня я хочу с вами поговорить о том, что у нас есть овощи, ну, вот об овощах идёт разговор, Сортовые и гибридные. Все гибридные семена обозначаются обязательно Ф1. И теперь я вам расскажу, в чём отличие может быть. Конечно, мы и в сортовых огурчиках получаем достаточно хороший результат. Но я обращу внимание на именно гибридные огурцы. И хочу вам сказать сразу, что здесь, в этих огурчиках, гибридных, обозначенных буквой Ф1, урожайность в полтора, в два раза выше, чем у сортовых огурцов. Обращайте внимание на это всё. Особенно, если у вас, вот как у меня, мало места в теплице. Поэтому я не имею возможности много сортов выращивать. Мне надо очень компактно, достаточно минимализировать количество сортов. Поэтому, конечно, я предпочтение отдам огурчикам гибридным. Вот с буквой Ф пакетики, когда мы покупаем. Потому что здесь в полтора-два раза увеличен урожайность. Второе. Здесь идёт более интенсивное развитие. Быстро развивается растение, быстро формирует урожай. И, конечно, это всё должно быть только при высококачественном агротехническом уходе. Здесь мы включаем и полив, и подкормки, и борьба с болезнями. Потому что очень часто, конечно, мы посеем огурчик обычный сортовой и гибридный. И если они не подкармливаются, не имеют количество влаги, не боремся с болезнями, да, вот как бы, что мы можем тогда отжидать? От гибридов или от сортовой? И там, и там, конечно, может быть снижен результат. Ну, плюс, конечно, погодные условия, которые влияют очень на наше растение. Ну, вот как я говорила, гибридные сорта, они более устойчивы. Поэтому этим тоже отличаются гибридные. И очень важно, что сорта, о которых я сейчас веду разговор, более устойчивы, действительно, к болезням. Более устойчивы к неблагоприятным условиям погоды. Даже вот такие огурчики гибридные с буквой F, вот как я говорила, вот у меня корнишончики, они даже завязывают свои плоды при неблагоприятных погодных условиях. Это и снижение температуры, и большая влажность. То есть здесь, конечно, я вот в прошлом году была очень довольна результатом гибридных огурчиков, именно потому, что я обратила на них внимание. Гибридные сорта, конечно, имеют более яркую такую окраску, более привлекательные, огурчики гибридные, более упругие. Обращайте на это внимание, потому что, если вы любите в салате более нежный, деликатный такой огуречек, то, конечно, вам лучше для салата использовать сортовые огурчики. А если вы для консервации или любите так похрустеть огурчиком, то гибридные сорта, конечно, это будет ваш приоритет. Поэтому обращайте на это тоже внимание. Но проблема в чём? В том, что вот я проэкспериментировала в прошлом году с гибридными сортами, и на этом мой эксперимент закончился. Потому что я не могу собрать семена с этих огурчиков. Повторяю, гибридные сорта теряют полностью всхожесть семян на следующий год. Поэтому занимаются этим определённые агрофирмы выращиванием и опалением гибридах, которые они нам предлагают. Конечно, со счёт этого семена эти дороже, чем обычные сортовые. Поэтому, если вы соберёте с гибридов семена, то в этом году, конечно, я не получу никакого результата. Поэтому не обманывайте себя, не выдумывайте ничего. Мы идём опять в магазин, и опять мы покупаем новые сорта, экспериментируем, разные названия, может быть, вкусовые качества. Или по прошлому году, если у нас сохраняется этот пакетик, вы можете повторить покупку этих же семян. Поэтому собирать их самим не нужно. Нам нужно опять их возобновлять. Огурчики обычные сортовые, которые мы имеем возможность сами собирать. Мы делимся с соседями, с подругами. Мы выписываем у огородников по интернету, через соцсети, через интернет-магазины. Вот эти сортовые огурчики, заостряю внимание тех, кто не смог предыдущее моё видео посмотреть, о сроках хранения семян, набирают свою силу максимальную, только спустя через 2-3 года. У вас увеличится количество женских цветов, повысится урожайность. Поэтому, если вы сортовой огурчик собрали в прошлом году, положите где-то его в сухое, тёплое место, подпишите дату, когда вы собрались. И вы порадуетесь этим урожаем максимально, скажем так, только через 2-3 года. В этом тоже есть очень большой плюс, особенно, когда мы с вами делимся семенами. Вот такие особенности я вам рассказала между сортовыми семенами и гибридными. Я не призываю вас только к гибридам. Мне бы хотелось, чтобы вы в этом году и сортовые семена купили, и гибридные. И в конце осени, и в конце лета, в начале осени, поделились со мной своим результатом выращивания таких семян.